мысль немножко другая мысль у меня возникает почему нас привязывают к чему нас привязывают к использованию интернета ну возможно возможно нас привязывают к использованию интернета но нас еще привязывают к использованию этих дивных мега-тупер камер да 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 то есть мега упер камеры которые стоят в принципе не дешево ориентировочно от 7 до сколько вам стоит iphone 15 это кошмар вот так вот какой-то покупает смысл объясняю сотовые телефоны у меня как раз только 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 они появились это было в 1997 году я себе купил меня сильно напрягли когда лег покупай себе сотовый телефон ну я его и купил и это был обыкновенный телефон по которому люди могли меня позвонить и в связи с тем что это было необходимо я естественно него отвечал естественно там не было ничего нужного там можно было по нему просто разговаривать что я естественно и делал а сегодня и сейчас вы должны в этом сотовом телефоне куда-то залезть то есть вас реально напрягает на использование интернета это грубо ну грубо но меня 300 300 рублей в месяц получается да и плюс еще сотовый телефон я себе взял басяцкий нормальный телефон по которому я естественно могу болтать кстати все остальные нормальные телефоны у меня были тоже но из разряда восемьдесят восемь два ноля была у меня такая моделька не дешевый телефон естественно все надо полагать что до определенного момента времени телефоны были в самом топе я их самый топ покупал после того как большее количество раз херачил примерно на сто пятьдесят тысяч рублей потому что мне надо было кому-то нельзя было набить фейс ну ты же не будешь фейс бить правильно а для того чтобы ну вот он и вы отрывался но даже сегодня сейчас я никогда не покупал стоимостью выше мне никогда не покупал лучше десяти тысяч рублей даже тогда когда не стоили дешево иди что со мной рассчитались вот тогда рассчитались но при этом этот телефон восемьдесят восемь два ноля он стоил всего 1000 долларов а то еще долларов тогда это было всего 32 тысячи рублей если не больше плюс-минус может быть даже дешевле я же не помню то есть у нас кризис побахнул и там не было никакой привязки там не было никакой привязки ни к чему но сегодня сейчас у вас должен быть привязка у вас должна быть госуслуги потому что без госуслуг у вас не будет еще ты ей вы решили что мне не нужен телефон интернет вещание я единственное что туда сливаю свои сюжеты а так по сути дела и что там нового давайте определимся что интернет это грубо говоря англоговорящая структура если вы должны понимать что в свое время интернет он по сути дела был бесплатным а нас еще заставляют за это деньги платить это кошмар я считаю то есть нас реально подтягивают и вы на это дело должны деньги платить я категорический противник таких вещей я категорический противник и вот мы вернемся где проспект ленина 9 магазина зон клевая штука так вот я сегодня пришел утрец я специально с собой взял паспорт потому что одно в принципе если мы будем говорить о качестве общения то покупку получение посылки в любом случае на территории российской федерации будь то привязка не привязка к телефону даже телефон у нас привязывается потому что мы сейчас телефон берем под свой дивный паспорт а иначе вы ничего не получите вот так вот то есть я даже получаю посылки в своей местечке прикольная машинка электрический вопет прикольная штука шумит только да ладно мы сегодня не про эту тему беседуем так вот по сути события привез свой паспорт именно сюда и это девушка или женщина или я не буду ничего говорить она мне говорит а у вас должен быть какой-то штука под названием штрих-код игру о бля о бля вот так и сказал о бля это с какого перепуга почему я не могу по своему паспорту получить положенный мне товар не торопитесь то есть я не просто матом сложил я четыре четырехэтажные маты складывал и тогда и сейчас естественно и в следующем своем вопросе я еще раз очень сильно подумают естественно потеряла прямо в озон отправлю сегодня напишу письмо и объясню ребят какого ляда я не могу по своему паспорту по моему личному паспорту то что я себе блять заказал получить товар это чё-то хуйня творится блять это просто кошмар какой-то это просто какой-то кошмар я бы вам рекомендовал товарищи озоновцы обратить внимание мало того не торопить вы думаете я забрал товар не 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 нет я пришел да вот у меня рядышком находится я залез в интернет-ресурс залез на озон ру там никаких штрих-кодов ну нету просто ну нету и все выходит рейс тихо там есть номер заказа так вот этот номер заказа я дал своей маме и она взяла мой товар который я должен был брать этот звездец какой-то ну может быть я прав я так понимаю что я прав а вот кто-то передает этот товар должны быть немножко с большими мозгами и вам необходимо твоим товарищем который занимается продажей этого товара здесь него объяснить что если человек пришел с паспортом уж научитесь посмотреть и посмотрите кому все это дело выдается а иначе иначе не буду я больше у вас ничего закатывать